Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать вам, как красиво и очень вкусно подать картофель на праздничный стол. Посмотрите, какое замечательное блюдо получается! Корзиночка из теста фила, внутри нежнейшее картофельное пюре. В принципе, готовится быстро и просто. Смотрите это видео, давайте готовить вместе! Для того, чтобы приготовить это блюдо, первым делом нужно сделать картофельное пюре. В кипящую воду опускаю картошку, здесь у меня 6 картофелин, средних, небольших, можно даже сказать. Немножко соли и все, как обычно, для пюре отвариваем до готовности картошку. Пока отваривается картошка, не теряем время, не зря и подготавливаем следующие продукты. Сковороду я уже разогреваю и мелкими кубиками нарезаю копченую грудинку. Капельку растительного масла на сковороду и обжариваем грудинку. Картошка готова, воду я полностью слила, она нам не нужна. Добавляем 50 грамм сливочного масла. И разминаем картошку, как для пюре все делаем. Картошку необходимо подсолить по вкусу. И добавить черный молотый перец. Натираем на мелкой терке сыр. Всего по рецепту нужно 100 грамм сыра, вот половину 50 грамм я натираю в картошку. Перемешиваем с сыром. Теперь добавляем обжаренный бекон. Смотрите, я обжарила его до такой степени, что он прям будет хрустеть. Такие получились хрустящие кусочки. Это будет очень вкусно в сочетании с нежным пюре. В принципе, такое блюдо можно готовить и без мясных продуктов. А если хотите заменить бекон, то можно сделать просто взять какую-нибудь постную ветчину или отварное куриное мясо. К этому времени картофель уже немного остыл, можно добавлять яйцо. Одно яйцо нужно. Разбиваем и все еще раз быстренько перемешиваем. Теперь, друзья, я взяла два листа теста фила, сложила их вместе и мне нужно разрезать его на 4 полоски. Вот одну я уже разрезала. Теперь следующую. И тут у меня даже получается на 5 полосок. Я подготовила силиконовые формочки. И теперь эти полоски теста разрезаю на квадраты. Квадратики теста смазываем растопленным сливочным маслом. Я растопила в микроволновке. И вот эти два квадратика теста кладем в форму силиконовую. И в эту формочку с тестом накладываем картофельную массу. Где-то по столовой ложке, можно чуть больше. Вот таким образом. Получается такая корзиночка из теста с картофелем внутри. И так делаем все последующие. Ставим формочки с картошкой на противень. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Буду их запекать минут 15-20. Достала из духовки. Посыпаю оставшимся сыром. Натерла на мелкую терку. И буду запекать еще минут 7. Друзья, наше прекрасное блюдо готово. Я уже достала корзиночки из формочек. Посмотрите, какие красивые. Ничего не прилипло, не распалось. Для красоты посыпаем зеленым луком. И сейчас я еще вам разрежу и покажу, какая в серединке получается эта корзиночка. Итак, разрезаем и смотрим, что у нас там в серединке получилось. Тесто фило хрустит. Вот такая серединка получается. Картошка нежнейшая, просто как суфле. В сочетании с хрустящим тесто фило и сырной корочкой. Но скажите, что еще нужно? Очень вкусно и изысканно будет смотреться на праздничном столе. И мне кажется, что это что-то новенькое. Поэтому обязательно приготовьте. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк, если это видео вам понравилось. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.